Артисты мировой величины, включая Адель, Элтона Джона, Гарри Стайлса, The Spice Girls и Робби Уильямса отказались от возможности выступить на предстоящей коронации Карла Трех. Хотя большинство музыкантов не стали объяснять, почему они не выйдут на сцену, представитель Элтона Джона сказал, что тот не смог принять участие из-за проблем с расписанием. Эксперты же полагают, что никто не хочет выходить на сцену, потому что это будет ассоциироваться со скандальной монархией. В последнее время королевская семья столкнулась с рядом пиар-катастроф, и любой, кто выступит на шоу, должен будет подумать о том, не получить ли он обратную реакцию от своих поклонников, сказал Саймон Джонс в статье для Rolling Stone. Другие считают, что сотрудничество с 74-летним Чарльзом не пойдет на пользу их карьере в данный момент. Для них сейчас очень важна история. Эти символические ассоциации имеют большой вес и буквально войдут в учебники истории с жирным и подчеркнутым шрифтом. Я могу понять, почему возникла бы большая пиар-дискуссия вокруг того, что там делают эти артисты. Кейт Миддутон и принц Уильям готовятся к своему первому дню Святого Давида в статусе принца и принцессы Уэльских. Во вторник королевская чета посетила Южный Уэльс в преддверии национального праздника в среду. Первой остановкой дня стал реабилитационный центр Брайнуэл, где принц и принцесса Уэльские ознакомились со специальной инициативой. Она нацелена на создание открытого пространства для выращивания овощей и улучшения психического здоровья тех, кто борется с последствиями наркотической и алкогольной зависимости. Королевский фонд поддерживает социальное предприятие Life at No 27, чтобы помочь организации расширить свой план по созданию терапевтических садов, способствующих улучшению самочувствия пациентов. Новый сад будет включать в себя ряд участков, где люди смогут учиться и выращивать собственные продукты. Он будет располагаться рядом с общим сенсорным и травяным садом, кухней, а также интерактивным учебным пространством. Аннабель Педвик, основательница организации Life at No 27, сказала в своем заявлении, «Я на собственном опыте убедилась, что работа с терапевтическими садами может значительно улучшить веру в себя и собственное психическое здоровье». Принц Джордж будет играть важную роль на коронации Карла Третьего, которая состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Новых монарх хочет, чтобы старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принял участие в ключевых событиях как ближайший наследник трона. Однако супруги выдвинули для этого условия. Принц и принцесса Уэльские должны встретиться с королем Великобритании для обсуждения всех деталей участия его внука в церемонии. Королевские особы хотят убедиться, что их сыну не навредит публичное появление на столь важном мероприятии. Они ясно дали понять, что принц Джордж не должен подвергаться пристальному вниманию, если он будет участвовать в коронации, сообщил источник. Стоит отметить, что в последних двух коронациях юные наследники не принимали участие в процессе. Появление Джорджа придаст правильную символику будущему и подарит ему момент, который он всегда будет помнить. «Это, конечно, другие впечатления. Эта коронация становится все интереснее с каждой минутой», — отметил королевский историк Хьюго Виккерс. Кажется, принц Гарри вводит новый термин в сферу политики и бизнеса, платная благотворительность, вот новшество, которое продемонстрирует герцог на предстоящей онлайн-конференции, которая состоится 4 марта. Дело в том, что участниками виртуального мероприятия смогут стать люди, которые приобретут специальный билет. Более того, чтобы задать вопрос принцу, его будет недостаточно. Придется заплатить еще 22 доллара США. Кажется, еще ни одна звезда до такого не додумывалась. Те, кто приобретет билеты, смогут стать зрителями важной беседы принца Гарри и доктора Габора Мати. Однако живого участия зрителей во время трансляции не предполагается, потому что чат будет отключен. Любой вопрос, который вы оплатите, также будет прочтен и выбран модератором. Гости должны будут соблюдать строгие правила, особенно это касается записи трансляции. Запись или совместный эфир будут строго запрещены, говорится в условиях мероприятия. Принц Гарри выдвинул условия своего появления на коронации Карла Третьего, которая состоится 6 мая. Герцог Сосекский потребовал извинений от старшего брата и отца, однако те отказались идти у него на поводу. Отмечается, что монарх готов пойти на мировую с младшим сыном, а вот принц Уильям отказывается даже от разговора. За что должна извиняться королевская семья? Как сказала покойная Елизавета Вторая, воспоминания могут быть разными. Я не думаю, что его величество намерен извиняться за что-либо в настоящее время. Наоборот, в семье до сих пор очень напряженная атмосфера. Конечно, разговоры по поводу посещения сосекскими коронацией будут идти в ближайшее время. Но извинения, это вряд ли. Действия Гарри принесли семье слишком много боли, сообщили инсайдеры Daily Mail. Неизвестно, появится ли принц Гарри со своей женой Меган Маркель на коронации, однако королевские обозреватели считают, что им лучше не прилетать в Великобританию. Решать королю, но я думаю, что всем до смерти уже надоел Гарри, цитирует Daily Mail слово Тома Бауэра. Титулы принца Уильяма и Кейт Миддлтон как принца и принцессы Уэльских стали официальными. Всего через день после смерти королевы Елизаветы второй король Карл Третий произнес свою первую речь в статусе монарха Соединенного Королевства. В телевизионной трансляции новый государь объявил, что его сын принц Уильям станет новым принцем Уэльским, а его невестка Кейт принцессой Уэльской. Однако королевские титулы стали официальными только в этом месяце, когда 13 февраля грамота была заверена большой печатью королевства. Напомним, что 40-летний принц Уильям и 41-летняя Кейт получили титулы герцога и герцогини Кембриджских в день их свадьбы в 2011 году. Когда их провозгласили герцогом и герцогини Кембриджскими, пара одновременно стала графом и графиней Стратерн, а также бароном и баронессой Коррикфергус, хотя эти титулы использовались гораздо реже. Теперь же грамота прошла через большую печать королевства. Наряду с титулом принца Уэльского, закон также определяет, что Уильям получил титул графа Честера. Следственно, и Кейт становится графиней Честер. Карлу Третьему, которому сейчас 74 года, было всего три года, когда его мать вступила на престол. Королева-консорт Камила выбрала любимого дизайнера покойной принцессы Дианы для создания своего наряда на коронацию. Британский модельер Брюс Алтфилд, автор некоторых из самых узнаваемых платьев Леди Ди, был очевидным выбором для Камилы, отмечает The Sun. У Камилы очень близкая дружба с Брюсом на протяжении многих лет, поэтому во многих отношениях это естественное и очевидное решение. Камила доверяет Брюсу, потому что в последнее время он действительно предоставлял ей платье для стольких важных мероприятий, заявил источник. Алтфилд подружился с Камилой давно, а в 90-е дизайнер активно общался с принцессой Дианой. Брюс пока официально не прокомментировал, дудет ли он создавать наряд для коронации. Ранее в беседе с Daily Mail он отметил, что «предал Диане ее гламур», а Камиле – уверенности. Камила будет коронована вместе со своим супругом Карлом Третьим на торжественной церемонии 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На днях в сети появились слухи, что Меган Маркель и принц Гарри ждут третьего ребенка. Сообщалось, что супруги объявят об этом 14 февраля, но этого не произошло. Тем не менее, недавно источник, близкий к паре, подтвердил интересное положение герцогини Сосекской в беседе с изданием Star Magazine и добавил, что семья очень взволнована известием. По словам инсайдера, принц Гарри рад, что вскоре станет отцом в третий раз. «Они влюблены и считают это знаком вселенной. Они оба замечательные родители и они так взволнованы», – сказал источник, добавив, что Меган хочет еще одного сына. Меган нравится видеть Гарри в маленьком личике Арчи. Кроме того, если у них появится еще один мальчик, Гарри не будет чувствовать себя в меньшинстве среди женщин в своем доме, и у Арчи может быть брат, с которым он сможет сблизиться, когда они вырастут. «Конечно, маленькая девочка тоже будет замечательным подарком», – заявил инсайдер. Отмечается, что герцогини Сосекская может объявить о своем положении после того, как пройдет первые три места беременности. Она хочет быть уверенной, что все идет хорошо.